15 сентября на Левобережье торжественно открыли новый зал для занятий борьбой. Спортивное сооружение построено в рамках государственно-частного партнерства на средства мецената Олега Бурлевича. Сегодня здесь занимаются юные спортсмены детско-юношеской школы Олимпийского резерва номер 17. Прекрасный пример того, как может бизнес заходить в партнерство к органам муниципальной власти и другим ветвям власти. Это достойный пример того, что люди несут социальную ответственность именно в том, что предоставляют и создают такие хорошие условия для занятий спортом. Я уверен, что наша 17-я муниципальная школа, получив такой объект, преобразится своими результатами. Для мальчишек, девчонок, для занятий борьбой зал великолепный. Поэтому я хотел бы всех поздравить мальчишек, девчонок, всех родителей и вообще всех любителей борьбы с открытием этого зала. Я думаю, что будет очень востребовано, потому что все-таки у нас город-миллионник и детей все-таки много. Сюда будут целенаправленно идти именно для занятий дзюдо. И мне кажется, это даст большой толчок для развития этого вида спорта в нашей городе, области. Удалось опробовать? Татами, да, я была на дне борьбы здесь, боролась нормально. Успели оценить преимущества татами и зала в целом и юные мячи, которые выбрали для себя самбо, дзюдо или рукопашный бой. Борьба пригодится в жизни. То есть, если, допустим, даже фехтование, что ты сделаешь, когда на тебя преступник набудет. Ничего. Поэтому и борьба. Как тебе зал, расскажи? Ну, зал хороший вполне. Очень хорошо построили. Зал хороший, большой, светлый. И много в тайме. Ну, хороший зал. А почему стоит заниматься твоим видом спорта? Потому что он учит никогда не сдаваться дисциплине. Ну, и много жизненных качеств хороших. Ну, как бы физической подготовки тоже, чтобы чувствовать себя увереннее. В ближайших планах расширение спортивного комплекса за счет строительства гостиницы, зала для игровых видов и теннисного корта. Редактор субтитров А.Семкин